Здарова братва, в этом ролике мы посмотрим самый красивый тягач по моему мнению, то есть мало кого он есть, это такая очень редкая позиция. Поэтому ребятки присаживайтесь поудобнее, смотрите видео с начала до конца, ну и конечно же не забывайте вводить мой промокод. Вводите промокод полканов на любом сервачке до 5 уровня, он даст вам очень приятные бонусы в начале игры. Итак ребятки, вот самый тягач это КАМАЗ, который из набора, который все, ну ладно не все, 99% людей, они просто эту машину сливают в ВОЗ и не дают ей никакого шанса на существование. Но здесь пацанчик пошел сложным путем и решил собрать фулл зелень, то есть вот если мы заходим в магазин, нажимаем наборы, нажимаем получается для новичка. И здесь тот самый набор за 5000 доната, который дает вам 7 уровень, 10 скилл дальнобойщика, тягач тот самый. Но самое интересное это конечно же тягач, вроде бы как у него госцена 30 миллионов, но вы просто вот на него посмотрите какой он блять красивый. Он просто очень красивый, за счет того, что на него в тюнинг центре есть всякие обвесы, тюнинг там и так далее. Вот эти все его диодики, эти все подсветочки, фонарики, даже надпись КАМАЗ подстречивается, понимаете? Ему не хватает цветных фар получается и гидравлики по-моему. То есть видите нет у него гидравлики, нету цветных фар, дым нельзя поставить, потому что это запретили делать. Ну якобы это не по РП, якобы в жизни никто на фуру дым не ставит. Доп-бак по-моему здесь есть, то есть у нас получается 375 литров, практически фулл зелень, 3 владельца. Пробег у него 23 тысячи, ну в принципе не так уж и много. Да, гос цена, как я и сказал, 30 миллионов. Я думаю мало кто вообще знает про эту фуру, потому что, как я и сказал, в основном их просто сливают в гос. И никто даже не знает сколько там едет, какая у него максималка на третьем чпе. И сейчас мы давайте проверим максималочку, максималка у него 173. На минуточку у Магнума, по-моему максималка 180. Получается КАМАЗ уступает по максималке всего лишь на 7 километров. Давайте мы сейчас устроимся дальнобойщиком и по полной затестируем. Так, Бусаева, да? Давайте возьмем Бусаева, в принципе, почему бы и нет. Я на нем немножко работал, там на стриме пару рейсов сделал, но я толком его как бы не понял. Ну внешка бомба. По поводу управления, ну давайте сейчас попробуем, разгоняемся. То есть скорее всего разгон у него послабее будет, чем у Магнума. Это 100%, я думаю. Ну в целом, конечно же, фура это, ребята, атмосфера. То есть газон, понятное дело, это имба, это самый лучший заработок, но именно фура, это реально просто душа, это атмосфера. Базару ноль. Здесь я даже спорить не буду. То есть если бы на все фуры сделали подобный тюнинг, который я вам чуть позже покажу, просто жестко было бы. Вот реально жестко. Если бы на все фуры добавили бы там 10 новых винилов, добавили бы возможность ставить диски, ставить дым, ставить всякие гирлянды, изменять интерьер салона, это была бы просто бомба. Винилы классные ставить, потому что винилы, которые есть сейчас, им уже там 3-4 года, их уже не обновляли хрен знает сколько. То есть они уже приелись и уже не хочется даже их ставить, эти винилы. Проще просто в черный покрасить и все, чем вот эти винилы просто старые, древние ставить. Ну реально, все, рейсик довезли, все спокойненько, все чики-пики, прицеп не улетел, ну все как бы нормально, все адекватно. Давайте лучше выточку, да, проедем сейчас по плохой дорожке, протестируем данный аппаратик, аккуратненько сейчас так дадим джазу. Вот я думаю, помните, у меня была эта, Рено Т, фул зеленая, фул-фул зеленая, с дымом зеленым была, на зеленом статике, который я продал. Я тоже от нее кайфовал, типа, ну мне реально нравилось, но как бы мне предложили хорошую цену, я его продал, базару ноль. И собрал себе газон, практически фул зеленый, там только у 10 монету, и то я не вижу смысла ее ставить, потому что я как бы музыку не слушаю. По управлению нормальная, по скорости, ну более-менее, плюс-минус, понятное дело, то что, ну она медленнее, чем остальные фуры. Ну что ж, ребятки, вот мы заехали в тюнинг-центр, то есть здесь на самом деле очень много тюнинга на него. Ну ладно, не прям, очень много. Вот такие комплекты я хотел бы видеть на все фуры, на Магнум, на Вольво, на Теслу. Ну хотя Тесла, я думаю, туда обвесы смысла нету ставить, как бы это современная машина. Но я уверен, что на Магнум можно что-то найти, какие-то обвесы, там приколы и так далее. На Роноте тоже можно что-то найти, то есть, ну на все фуры, я думаю, можно что-то найти, потому что, если зайти в интернет, я думаю, посмотреть там фотографии, всякие видосики, то какой-то тюнинг найти, в принципе, можно. И реализовать это тоже можно, поэтому надеюсь, что это все-таки когда-то добавят. То есть, вот вам наглядное изменение, то есть, меняется у вас губа нижняя, появляются вот эти фонарики, здесь у нас, получается, козырек меняется, вот здесь, получается, расширение, вот здесь у нас баки закрываются по жопе, вроде бы изменений никаких нету. То есть, ну вот вам наглядный, как бы, пример. То есть, ну, с током виде, конечно, она не очень симпатичная, базару ноль, но с обвесом прям мне очень сильно нравится, я прям реально кайфую. Ну, эту ноту, я думаю, можно, как бы, заканчивать. Всем, ребятки, огромное спасибо за просмотр, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал, и напишите свое мнение, как бы, какая, по вашему мнению, самая красивая фура на проекте, именно внешне. Вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите, и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял, приподнял, всем пока-пока.